МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вот баба, красивая, молодая, с которой будет счастлив по гроб жизни. И у нее для этого есть и вагон, вагон любви нерастраченной. Я слышал такую фразу, есть корабли тонущие, есть, которые не тонут. Вот это про Сафонова. Это не тонущие корабли. Это долгоиграющая пластинка. Это чужая душа потемки. Я думаю, что есть немного людей, которые могут похвастаться тем, что они в ее внутреннем мире как в собственной квартире, где можно, не включая свет, бродить, не натыкаясь на мебель. Когда вдруг приходит любовь, и тебе кажется, боже, как хорошо жить, как я люблю всех. А потом она уходит и говорит, пока ты понимаешь, что без тебя не так-то уж и хорошо. Елена Сафонова – человек чрезвычайно закрытый. Уже более пяти лет не дает интервью и избегает публичности. Я так устаю от этого. Я так хочу спокойствие, чтобы мне никто не беретел душу, и ничто, и не переживать, и не волноваться. Просто спокойно жить, спокойно. Не любит подчиняться обстоятельствам. Сама строит свою жизнь, сама зарабатывает деньги, сама воспитывает детей, не выносит лжи и по-прежнему верит в любовь. С момента выхода на экраны «Зимней вишни» прошло четверть века. Но роль Ольги до сих пор остается визитной карточкой актрисы Елены Сафоновой. Хочет он этот актер или не хочет, он уже не может от этого отказаться. Это его, ну как, это часть его биографии, это его, да, вот эта визитка. Ей это тоже может нравиться, не нравиться. Понимаете, там, она идет, мне поклон «Зимняя вишня». Не все помнят, как ее зовут, но «Зимняя вишня». Свою звездную роль актриса получила совершенно случайно, благодаря любви. Любви, случившейся не с ней, а с Натальей Андреевиченко, утвержденной на роль матери-одиночки всей страны. У Натальи случился роман с американским режиссером Максимилианом Шеллом, и ей стало не до съемок. Правда, под Сафонову пришлось подправить сценарий, сделав ее героиню более лиричной. Ее талант – это какая-то необыкновенная, может быть, даже музыкальная, я бы сказал, пластика, которая привлекает и режиссера, и партнеров, и, конечно, многочисленных поклонников, зрителей. Успех у фильма был ошеломляющий. Режиссеру Игорю Масленникову удалось снять красивую и трогательную историю любви, которая многим пришлась по душе. «Зимняя вишня» просто попала в точку. В нашей стране так много одиноких, несостоявшихся в личной жизни женщин, что все женщины нашей родины полюбили героиню Лены Сафоновой, потому что мы все одинокие, жаждущие женского счастья, жаждущие любви. «Зимнюю вишню» посмотрело 32 миллиона зрителей, а Елена по опросу журнала «Советский экран» была признана лучшей актрисой года. Значит так, слева от нас, которая очень красивая, девушка Оля. Здравствуйте. Выбор профессии для Лены был предопределен рождением в киношной семье. Сафонова росла, играя на съемочных площадках, дразнила дядю Женю Евстигнеева и с удовольствием слушала дома рассказы дяди Жени Леонова. Сомнений, кем стать, у Елены, естественно, не возникало. В 1973 году Сафонова поступает в Институт кинематографии. Я училась на втором курсе, а Лена поступила на первый курс. И она сразу обратила на себя внимание, потому что пришла на курс интеллигентная, очень статная, такая, с какими-то чертами и манерами аристократки, молодая, худенькая, красивая девушка. Учеба в киноинституте была первым шагом к мечте. Через пять лет Елена станет настоящей актрисой. Ничто не может остановить ее на избранном пути. Прошло два года из пяти, и Сафонова забирает из вуза документы. Влюбилась и стала недоучебой. Никогда еще уроки и домашние задания не были препятствием чувствам. Из-за неуспеваемости по основным предметам Сафонова покидает в ГИК. Вообще нет ни одного человека, у которого в жизни не случались бы какие-то страшные сломы. Такого нету, вот которого везунчика, которому повезло, и ничего бы не случалось, его бы не прикладывали лицом об стол. Такого человека нет, это случается у всех. Это очень больно, это надо пережить, и каждый человек через это прошел. Так ли, иначе, в работе, или в любви, или в дружбе, или в чем-то еще. Но у каждого такой есть момент в жизни. Или дело не в учебе, а в том, кого полюбила Елена. Идеология ее избранника не совпадала с идеологией государства настолько, что он с ним расстался. И обиженное государство отыгралось на Сафоновой, так как ее диссидент уже был далеко. Про нее все время какие-то легенды ходят, сумасшедшие, какие-то ужасные. Порой такие просто нелепые легенды, ходят, что я иногда настолько растерян бываю, и думаю, мне неделикатно это спросить у Лены, но в какой-то момент я спрашиваю, потому что оно уже тянуть невозможно. И оказывается, что Ивкли, да ты что, а кто тебе такую муть сказал? Или была не любовь, а дружба, а предавать друга не в характере Елены. Одно можно сказать наверняка. Два факта достоверны. Иммиграция приятеля и незаконченная учеба во ВГИКе. Институт небольшой, актерских факультетов было очень мало, и на факультете училось человек 10-15, поэтому все мы были как под микроскопом, все друг друга знали и следили за удачами или неудачами, ходили на экзамены, наблюдали, в общем, за соперниками и соперницами. И вот Лена вызывала всегда такое приятное впечатление, и она была интересна. Но почему-то она ушла, недоучившись. Сафонова покидает Москву и уезжает в Ленинград поступать в Институт театра музыки и кино. Но проваливается на экзаменах. Не может поступить в первый, второй, третий раз. Меня не принимали долго. Но я была очень скромная, очень застенчивая, но очень хотела быть артисткой. Я не только верила, я была уверена, что я хорошая артистка, я это знала. И просто я не знала, как вот это вот дать понять вот им, потому что я не умела этого делать. Но я знала, что это случится. Я это знала сто процентов. Вера в себя не подвела Сафонову. На четвертый раз она все-таки поступает в Институт. А по его окончании играет в театре имени Комиссаржевской, снимается в эпизодах и, наконец, главная роль. Вы, наверное, станете хорошей актрисой. Я уже хорошая актриса. Я хочу стать великой актрисой. Я хочу доказать галицийским пессимистам, что и душа Русина способна на это. Приветствую вас. Соломея Крушельницкая. Оперная певица из биографического фильма «Возвращение Баттерфляй». Картина получила приз на 14-м фестивале в Выборге. Критики признали, в отечественном кино появилась замечательная актриса серьезного драматического плана. Смотри. 1990 год. Выходит вторая часть «Зимней вишни». Ольга, кажется, находит свое счастье в США, о чем мечтало большинство советских женщин. А что же Елена? Спустя два года после выхода фильма она тоже выходит замуж за иностранца и оказывается во Франции. Любой человек ищет себя в этой жизни. Наверное, хотела себя найти в семье. Раствориться в ней, в детях, в муже. 1995 год. На экране третья вишня. Ольга бросает успешного американского бизнесмена. И европейский брак Елены Сафоновой тоже распадается. Не потому ли, что актриса слишком много любви вкладывает в работу, так что на семью ее уже не остается? А может быть, французский муж, актер Сэмюэль Лабарт, просто ревнует жену к славе? Я думаю, что в этом была причина. Тем более, что очень часто я это встречал в супругах мужского пола западных. Все время ощущение, что вот он со самим фактом своего существования осчастливливает бедную провинциальную Золушку. И такое все время изумление вызывает, что она оказывается образованная, а потом выясняет, что уже образование его. Вот, что она чего-то умеет, а потом выясняет, что она умеет лучше, чем он. Добро пожаловать! За что? А за все. Ну, как дела? Как дела? Ты меня только по лицу ударила! Это я знаю, а в остальном? Вообще, когда жена умнее тебя, это всегда обидно. А еще когда это сказывается в результате на профессии, на успешности ее, то это очень трудно перенести. И первая мысль. Ай, наплевать. И пошел к черту. И замечательно. Катись, 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 катись. И я чудесно проживу без тебя. А вторая мысль – спуг. Спуг, что ты не такая сильная, как ты думала. Черт, ну вот скажи мне, пожалуйста, ну вот почему, а? Ну вот почему вот в этой жизни вот так вот все устроено, а? Хочется быть независимой! Но при этом не быть одинокий. Елена возвращается на родину, а зритель в очередной раз убеждается, что она повторяет печальную судьбу своей героини. Что за глупости? Никто не повторяет никаких судеб. Если бы мы повторяли судьбы своих героев, отели бы все умирали, а мужчины, которые играли бы от Эл, душили своих жен. Абсолютная ерунда. Она жила свою жизнь так, как она жила, и она ее чувствовала, и жила сердцем, а не разумом. Что приятно. Но ведь актриса, так же, как и Ольга из «Зимней вишни», покинула родину с маленьким сыном, выйдя замуж за иностранца. Фактически все верно? Простите, героиня «Зимней вишни», если мне не изменяет память, вышла замуж не по любви и не стала толком никем. Насколько я знаю, у Сафоновой случались большие любви в жизни, и замуж она выходила тоже по большой любви. Все, что она делала, во всяком случае, в личной жизни, это было всегда наполнено чувствами. Ну, конечно, как всегда упущено главное. Самое главное, что только вообще мы можем упустить в нашей жизни. Любовь. Сафонова не сбегала от любимого человека. Наоборот, актриса поехала за ним на край света во Францию и нашла неизбыточное для вишни счастье. Я хочу любви. Я хочу, знаешь, как, чтобы огонь, лёд, жар, холод, взлёт и падение. Боже мой, боже мой, как я хочу левности. Ты знаешь, вот и ссор таких, чтобы просто взять и перекладить всю посуду, непонятно почему, а потом вместе ползать на карачках, собирать осколки, стукаться лбами, смеяться, а потом чашечка кофе, а потом заняться любовью, и так всё хорошо. А потом раз, непонятно почему, бац, опять всё плохо, а потом опять же раз. Вот ты понимаешь, от чём я, а? Отечественный зритель любит зимнюю вишню, а значит, Сафонову, но ведь от неё в восторге и те, кто не видел знаменитой мелодрамы. Я снимался в Киеве, уж не помню, что за картина была, не помню, что в гримёрной висела замечательно красивая фотография. Какой-то очень красивой юной дамы в историческом костюме. Вот. И я картины этой не видел, спросил, кто это такая, мне сказали, что это Лена Сафонова, это, говорит, ваша московская, я её не знал. Вот я вспомнил про эту фотографию и сказал Никите, что вот есть такая московская актриса, не видел её нигде в работе, но, говорю, лицо, по-моему, идеально потрясающее, есть в ней и то время, и стиль замечательный. Никита Михалков взял фото и опытным глазом разглядел в ней чеховскую героиню. И его видение Сафонова воплотила, придя на главную роль в фильм «Очи чёрные», составив пару самому Марчелло Мастрояне. Наверное, с этого началась её известность, потому что она получила очень престижный итальянский приз Давид Донателло за эту картину. Это как «Оскар в Америке», «Сезар во Франции». Восхищённая Европа приглашала Сафонову в жюри Каннского фестиваля, предлагала ведущие роли в кино и театральных постановках, а покорённой её талантом Мастрояне даже подарил платье. Он тоже испытал то же, что и многие иностранцы, полагавшие, что вот приехавшая сюда звезда, значит, где-то там будут в районе его ботинок вращаться на орбите. Марчелло тоже было в изумлении вот от этой спонтанности её реакции и профессионализму, и выучки, несмотря на то, что опыт несравнимый был и у него, и у неё. И, наконец, один впечатлительный француз предложил Елене руку и сердце. Я говорю немножко по-русски. Вы говорите по-русски? Да, да. Сосед мне не сказал, что у него такая красивая женщина. Я его видел в одной картине. В общем, у меня было такое ощущение, что, конечно, трудно ему будет перенести жену, которая намного успешнее, да и просто как актриса другого уровня, нежели он. Вот что такое настоящая Россия. Барри, Лондр, а Россия никогда... Хорошо, ещё морду не побил. Да, били. Били. Поначалу всё было замечательно, потом был не очень не очень приятный для неё развод. Но до развода было ещё далеко. А пока европейские зрители были в полном восторге от Сафоновой. Хотя и не видели зимней вишни. Такой успех справедливо можно отнести на счёт талантливого режиссёра или просто моду тех лет, на всё русское. Но ведь советская актриса стала постоянно сниматься в европейском кино. Раз в год обязательно выходил фильм с её участием. Но французы любят обаятельных женщин. Если там мы с вами перед глазами вереницу лучших французских артисток, так они все необычайно обаятельны. И Сафонова как-то в этот список очень так органично могла бы и по внешним своим данным и по внутренним и по обаянию очень хорошо вписывается. Поэтому я думаю, что как раз европейцы её из-за этой в общем любили и полюбили. Наверное. Хотя я считаю, что она абсолютно русская артистка. Просто надо наблюдать, как она идёт, как она общается, как она держит голову, как руками рисует, скажем так. вот оттуда и всё видно любому психологу, любому партнёру, любому режиссёру, любому зрителю. Это действует на подсознание. Однако ушлых западных кинодельцов не растрогаешь быстротичной модой. Но что-то ведь их тоже зацепило. Пусть даже как продюсеров. И мы узнаем, что же это, вспомнив роли Сафоновой. Аккомпаниаторша, Ветер с Востока, Мадемуазель О, Последу телеграфа, Женщина на ветру. Конечно, когда-нибудь мы вспомним её роли в этих фильмах. Обязательно. Но только после того, как нам покажут их хотя бы раз. К сожалению, российский зритель не видел картины Елены Сафоновой европериода. Надеемся, интересное прошлое найдёт нас в будущем. Важно попасть в нужное время, в нужном месте оказаться, вернее, там. Вот. И её потенциал, наверное, он существовал бы независимо от этих картин. Приобретя новый опыт на съёмках в Европе, Сафонова возвращается в отечественный кинематограф. Даже в условиях чёрного для нашего кино десятилетия её наперебой снимают. И постсоветский зритель, подзабывший Вишню, отдаёт своё сердце женской собственности. Новая героиня Сафоновой настоящая аристократка духа. Духа, который буквально просвечивает сквозь походку манеру курить и иронично презрительный взгляд на окружающих. И она, конечно, уникальное создание для кино. Просто уникальное. Потому что кино – это и обаяние, и вот эта сила, которая из человека исходит. Даже когда молчит, даже когда вот спиной стоит. Ну, понимаете, из таких людей, вот как она, да, это вот, оно прёт. Это необъяснимые вещи. Это какое-то что-то внутри. Что-то внутри, что прорывается наружу. Это и невероятная органика, и достоверность облика Сафоновой в роли Лизы. Она сильная, знающая себе цену женщина. Впрочем, эту маску скоро срывает невообразимая душевная боль и страх перед надвигающейся смертью. Я для того, чтобы начать всерьёз страдать, не нужно долго готовиться. Это не потому, что там она самый страдающий человек там на свете. Слава Богу, нет. А просто, как мне кажется, потому что вот у неё этот порог чувства, он очень близкий. Ей не нужно заранее готовиться, чтобы начать чувствовать. Ой, я не знаю, как это делать. Я сейчас буду сниматься в чём-то, но я не знаю, как это играть, а это и есть кайф. Как ученик пришёл, и только, когда ты работаешь как ученик, что-то получается. А как только ты работаешь как мастер, до свидания. Всё, ничего не будет, сигня. С ней можно поговорить о разном, о пустом и серьёзном. Можно потравить анекдоты. Но на то артист, и хороший артист, чтобы быть весёлым, с хорошим очень юмором, и при этом абсолютно искренне рыдать, плакать и заставлять нас переживать. И Сафонова заставила переживать зрителей так, что теперь уже для кого-то женская собственность стала главной ассоциацией с актрисой. Для меня, что важно, как для актёра, когда я смотрю историческое кино, когда я вдруг не вижу Лену Сафонову, а вижу Софью Ковалевскую, или я вижу Наполеона, а не вижу там актёра, который играет это, вот для меня это высший пилотаж, я не знаю, не хочу говорить актёрского искусства, а вот понятие актёра. Ты был женщиной? И вот когда я смотрел «Женская собственность», я не видел там Сафоновой. Не смей мне врать. Если ещё раз ты мне содрёшь, мы расстанемся! Она очень чётко и точно угадывает типаж человека, которого она играет, наверное, очень близко зрителю, потому что зритель сразу ассоциирует её там на свою жизнь, наверное, на жизнь переживаний того или иного времени, значит, она точна. Значит, она точна. Если люди говорят, что вот, вот посмотрите, она в жизни такая же, как в кино, значит, просто Ленка делает всё правильно. Значит, задача решена? Феномен народной любви к Сафоновой объясняется феноменом слияния роли и актёра в сознании зрителя. Слияние лишь в случае мастерской игры. Поэтому для одних Елена Сафонова зимняя вишня, для других принцесса или собственница. Ну, Господи, ну, сколько этих, сколько нашего брата как, кстати, ассоциируется с кинематографическими некими героями, особенно каких-то популярных сериалов там, и я в том числе попал под это дело. Ответ был бы верным, если бы не интернет. На запрос актриса Елена Сафонова поисковые системы выдают 49 тысяч ответов. Зрители 21 века обладают информацией о человеке порой больше, чем он сам. Это неприлично, пойду я, Леба. Э, Э, Пол, стой, ну, чё, вы-ка быстро идите сюда, быстро, быстро сел, напрягся. Пол, ты вообще, вот, ты как-то в курсе, что в жизни это самые главные подробности, кто где с кем, как он, давай, кто это. Благодаря электронному проклятию частной жизни известно всё, даже про такую скрытную особу, как Сафонова. На сайтах пишут, она женщина с независимым характером, водит машину, подумывая уже о мотоцикле. Мне доводилось несколько раз ездить с ней в машине, это, это с ума можно сойти. Это так страшно, невероятно страшно, а страшно потому, что она ездит по правилам. Вот она ездит по Москве со скоростью не превышающей 60 километров, а если висит знак 40, она будет ехать, все бибикуют вокруг, все её там ненавидят, все её костерят, проезжают мимо машины, и я вижу, как там, они что-то там красноречиво ей рассказывают через закрытые окна. Я говорю, Лена, ну не езжай, ты в потоке, ну ты же видишь, все тебя обгоняют, ну езжай. Нет! Есть правила, и они для всех едины. В Москве нужно ездить не быстрее 60 километров. Предпочитает буржуазный стиль жизни, начиная утро с чашечки кофе и сигареты. как хорошо курить? Просто вдыхаешь вот это вот всё, прямо жить очень. Как вот люди живут и не курят? Они вообще не понимают. Хорошо? Да. курины. Не езжи, что за жизнь? Никакой, абсолютно. Никак ни смысла, ни радости, ни смысла, ни перспектив никаких. Так вот, ты знаешь, не о перспективе. Ты выйдешь, там, налек, ты пешь пачку сигарет. А так вот ты выходишь. Ну зачем? Куда деньги тратить? Помню, какое-то было очень чопорное застолье, куча ножей, вилок, вот этот весь бонтон, по-моему, во Франции. Это там эти 10 человек, значит, 10 кусочков сыра с воткнутыми спичечками, там, всё это рафиней. Вот, Лена попросила у кого-то, значит, сигареты, они протянули пачку, она так ножом и вилкой протянула к себе, ножом и вилкой открыла и вынула оттуда сигарету, наколов вилкой. Такое же просто вот, это как мы можем. Ей нравится Европа, очень. Она, когда мы приезжаем на гастроли, она любит посидеть в кафе с сигаретой, с бокалом хорошего длина, но у неё есть какие-то свои такие, вот какой-то вот, это, видимо, создаёт ей какое-то комфортное покойное состояние. чуть-чуть, 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 лятунуса, вот если б можно было бы превращаться во штуру, я б в этой жизни была бы виновна. Тебя дали? Тебя дали? Здрасте, пожалуйста, это что значит? Ту-ту-ту-ту? Нет, что ли? Какое у тебя долгое нет, да? Ну, нет, так нет, как хочешь, твой здоровый. Слушай, зря отказался вино, отлично. Она пьёт очень хорошее и дорогое вино, но при этом она абсолютно простой человек. Вот есть актёры, актрисы или медийные люди, которые, ну, снисходят, что ли, для того, чтобы ответить по телефону, но она настолько проста, вот если ей позвонишь на телефон, телефон не отвечает, она обязательно перезвонит. Может быть, зрители любят Елену именно за это? За отсутствие дистанции между звездой и обычной женщиной в чём-то романтичной и в чём-то наивной, в чём-то даже смешной и нелепой, но всегда живой и настоящей. Если надо ехать на Дальний Восток, то, я сейчас образно говорю, например, гастроли 15 апреля, да, или 15, например, июля, то Сафонову поездом отправляют 1 июля, а 14 все вылетают самолётом. Ну, не летает самолётами актриса Ирина Сафонова. Есть у неё фобии такие, да, есть смешные, есть. Она побаивается лифтов, не любит летать самолётами. Есть, есть. Мы над этим посмеиваемся. Я помню, в Израиль мы приехали, нас поселили в отеле в таком 11 этажей. Приезжаем, мы, значит, разгружаемся. Она говорит, я пешочком пойду, кто-нибудь мой чемоданчик довезёт. Вот, вот, раз. Меня одолевают самые разные мысли во время работы, самые неожиданные. О чём угодно. Мне очень важен момент, что вот перед спектаклем мне дали бы хотя бы 15 минут спокойно, чтобы меня никто не дёргал, просто чтобы я так, то, что называется, собралась. Ну, это что значит собралась? Это же не вещи там уложила в чемодан и поехала куда-то, а просто я вспоминаю какие-то эпизоды, я знаю, что мне сейчас надо быть, вот, в каком состоянии мне сейчас надо начать спектакль. И это должно быть наиболее близко к тому, на что я сейчас способна. Что-то во мне должно проснуться, и я вспоминаю какие-то вещи в своей жизни, то, что у меня было. Ага, вот сейчас выйдет Андрюшка, Ильин, ну, я его обожаю, это очень здорово, сейчас выйдет Ильин, это кайф, это здорово. И поэтому спектакль всё начинается так. В следующий раз настроение. Вообще наша профессия заключается в том, чтобы просто бередить себя. Ну, это вот просто уметь себя расшатать, свою душу, так, прям раскачать, как маятник, чтобы в нужный момент вот щелкнуло, и ты бы, вот, и ты бы вышел, и все бы думали, вот она сейчас думала об этом, а я там думала, на самом деле, чёрт, как лето подгорели в доме, а я вот не успела газ выключить, ну, ладно, бог с ним, потом это сделаю. Вот это любая мысль может быть, на самом деле, любая, самая бытовая. Ещё раз говорю, профессионал высочайший, это между нами, профессионал высочайшей степени. Анна, всё, ты хочешь сесть? Вот, ну, вот, после того, что ты сказала, ну, ну, ночью я ходила, я ходила, я ходила, я ходила, я ходила, честный человек должен заходить за меня замуж. Да? Это официальное предложение? Я практически, в интервью, в интервью, Правда? Да. А почему ты в жизни никогда не делаешь? Да, да. Зелёный, чёрный, Я такого обидела, Ой, не знаю, как теперь жить после этого. Я очень тяжёлая общежитие. Мы в общежитие с тобой решили. Мы начнём же как-то с азот. Скажите, да? Сначала опять начнём. Сначала опять начнём. На вокзале, в доме колхозе. И из этого получилось то, чего я хотела. Человек вообще всегда получает именно то, чего хочет. Даже если сам не знает, что хочет именно этого. Женская логика? Вы спрашиваете про женскую логику. Я вас спрашиваю, женская логика, и вы имеете в виду глупость? Ей не присуща женская логика. Можем назвать её как угодно, женскую логику, но она, слава богу, ей не присуща. Хотя женская логика присуща всем женщинам. Просто некоторые умеют ей правильно пользоваться, то есть не пользоваться. Вообще всё в жизни случается же к лучшему. Я правда в это верю, что всё к лучшему. Мы учимся на своих собственных синяках, на разбитых коленках. Но всё равно же здорово, а это же лучше, чем если вообще ничего не было бы. Значит, будет что-то другое. Что-то будет в любом случае. Всё зависит от твоего отношения и от того, что вот чем ты сейчас живёшь в данный момент. Вот как ты в душе своей живёшь. Хорошо тебе? Плохо? Ну ничего, плохо, но ничего, это пройдёт. Это не страшно. Это не самое страшное. Вообще, вот в жизни ничего нет самого страшного. Пока все здоровые живы, это всё не страшное. Вообще, жизнь прекрасна на самом деле. И хорошо, когда мы живём. Хотелось бы жить долго. Долго, чтобы всем надоест. Ты не представляешь, как ты привлекательный. Да? Тебя показать? Ну? Смотри. Чего? Чего-чего? Рост маловато. Для чего маловато? Для него маловато. Ну, для него маловато. Смотри, какие руки длинноватые. Чё, нормальные руки по колено, рабочие, хорошие руки. Рост маловато. Рост маловато. Не знаю, что-то такая кожа бледная. Ну, вообще. Она у тебя не бледная. Она у тебя мраморная и пушистая. Ну, не знаю, какие-то глаза такие маленькие. Какие маленькие. Ты эти два зелёных фонаря с эскорками маленькими называешь. А над ними ресницы. Знаешь, они как эти, как их, попахал их лопает. И бровки домиком, когда удивляешься. А носик у тебя на месте. Такой. Какой? Хороший носик такой. Маленький, очаровательный. Губы нежные. Зубы такие, что ни единой пломбочки нет. А язык шершавый. Почему? Не, ну это нормально. Язык шершавый должен быть. Ушки такие смешные. Волосы такие прекрасные, что почувствовать это не надо. Не надо. Всё, ты такая ладненькая. Фигуристая. Да. Всегда пахнешь хорошо. Да. Ты всегда-всегда пахнешь хорошо. Да. Даже когда, даже когда в споте ехали. Так, на сегодня, пожалуй, комплиментов хватит. Всё, уходи. Люба, Люба, ты непредсказанная, ты красавица. Выходит, зрители знают Сафонову и с этой стороны. Но всё-таки, почему же? Почему, любя её вишню, сочувствуя её принцессе, мы снова и снова жаждем встречи с ней? Откуда эта тяга? Мы ищем ответ в Сафоновой, а она здесь ни при чём. Ответ в нас самих. Вернее, часть его в нас, часть в ней. Истина в том, что Елена Сафонова женщина не по формальным признакам, а женщина настоящая. И что бы в её жизни не случалось, плохое, хорошее, грустное, весёлое, чем бы она ни занималась, путь настоящей женщины – это всегда путь любви. Конечно, если бы Сафонова не была артисткой, всё равно она была, она бы осталась всё равно вот человеком с каким-то внутренним светом. Вот это и есть великий талант женщины. А потом уже актриса, потом уже, я считаю, великий друг, потом мать, жена, подруга, дочь. Женщина. Мне кажется, она вселенная. Это целый... С Леной можно с наслаждением и грустить, и ржать, и плакать, и молчать, и работать, сниматься в кино. Лена воплощает вот именно вот это чувство всемирной любви, что ли, может быть, она сама не скажет, но это чувствуется, то, что мы ищем, ждём с неба какой-то знак, пусть какой-то ангел, друг, а вдруг он прикоснётся крылышком, откроются наши глаза, и души что-то заиграет, какая-то непонятная поначалу нам музыка, но она зазвучит, и будет счастье для всех. Это редкое явление, и оттого мы сами в отчаянном поиске тех, кто заполнит нашу пустоту. Как модельки мы стремимся на свет с Афоновой. Всё, что нам нужно, это любовь. Мы спешим, ведь можно прожить хоть сто лет, но так и не суметь ответить. А ты знаешь, что это такое? Любовь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!